Волня с городом. Радио. Болтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. Семнадцати до восемнадцати часов. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи посредством Зума Александр Антонов, эксперт по Еврофондам и не только. Вот мы обсудим довольно широкий круг вопросов. Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, слушайте. Да. Ну вот, может быть, мы начнем с такого, ну, в какой-то степени, может быть, и неожиданного вопроса. С другой стороны, это то, что сейчас у всех на слуху. Вчерашнее решение Сейма Латвии, ну, вопреки позиции правительства, все-таки разрешить седьмого мая работать этим террасом, кафе, рестораном и бестро. Ну, с одной стороны, вроде кажется, совершенно логично, но все-таки постепенно приходит весна, хоть и с опозданием, и почему люди должны кушать, как мы сейчас наблюдаем в парках, на скамейке, на траве, и все равно ведь они вместе как-то кучкуются, если так можно сказать. Почему у них нет возможности цивилизованно, к примеру, одному домохозяйству сесть за столик, кафе, на улице и покушать? Ну, мне кажется, здесь несколько слоев в этом вопросе. Во-первых, конечно, люди просто устали от запретов, и так или иначе люди будут встречаться и собираться, поэтому, может быть, стоило бы немножко отпустить дождь и дать возможность как-то людям передохнуть. С другой стороны, мне кажется, парламент дает такой сигнал правительству, которое планирует постепенно снижать поддержку бизнесам и обществу для борьбы с ковидом, с точки зрения, если вы пытаетесь снизить поддержку, то мы вам отнимем возможность давать какие-то запреты. То есть тут, мне кажется, Сейм пытается таким образом говорить с правительством, давайте как-то более сбалансированно это в комплекте. Если есть запреты, то должна быть поддержка. Если вы хотите снимать поддержку, то, видимо, и запреты нужно расслаблять. Да, ну вот мы как раз подошли к финансам. Вот что касается поддержки. Действительно прозвучала на прошлой неделе из уст премьера, ну, такой вот там фразы, или я так понимаю, что это уже такой зондаш общественного мнения, что, ну, вообще надо бы уже подумать, как-то вот сворачивать постепенно вот этот объем помощи. Из этого, ну, возникнут вот такие две версии, почему вот к такому выводу пришло правительство. Что не так уж плохо, как само правительство думало. То есть, да, понятно, что есть падение экономики, есть экономический кризис, но не такой тяжелый, как предполагало правительство, и даже, может быть, бизнес. И в этом же, в этой же версии можно еще добавить, что, наверное, и предприниматели как-то сориентировались. Я не говорю про те сферы, которые, ну, вообще фактически перестали работать по понятной причине, там, гостиничный, туристический бизнес. Это одна версия. И вторая, может, банальная, но, простите, тупо кончились деньги или заканчиваются. Потому что ведь не секрет, что эти деньги, они ведь не из тумбочки берутся. То есть, понятно, что это кредиты, это продажи облигаций. Ну, потом все это надо будет отдавать. Может быть, просто действительно, но вот те деньги, о которых нам господин Рейерс говорил, что у нас там, не знаю, 2 миллиарда, потом, если что, 4 миллиарда, но они просто заканчиваются. Деньги, конечно, не растут на деревьях, да, это все достаточно понятно. Но, учитывая, что мы, как страна, имеем довольно низкий уровень задолженности относительно внутреннего продукта, мы все-таки в нижней четверти, я бы сказал, из европейских стран, было бы странно сейчас прекратить поддержку, если не сняты все ограничения. Да и даже более того, в странах, где ограничения снимают более активно, чем мы, поддержка продолжается. Возможно, абсурдное сравнение, но у всех на слуху, конечно, триллионы и триллионы американских финансирований для развития экономики США. И там как раз ограничения, ну, несравненно ниже, чем у нас, и были, и сейчас. И новая администрация тратит, ну, фактически, раз в две недели мы слышим про очередные несколько триллионов, да. Таким образом, я думаю, что поддержку нужно снижать тогда, когда кажется, что экономика выровнялась. Если мы увидим рост в четверти 10-15%, это, конечно, может нам показаться очень большим ростом. Но относительно падения на те же 10-15-20% в предыдущих четвертях мы даже еще не вылезли обратно на предыдущий уровень, на уровень перед COVID. Таким образом, если все вокруг поддерживают свой бизнес, и мы первые это перестанем делать, ну, мы, конечно, окажемся в очень незавидной ситуации, просто наши предприниматели, ну, не получат тех возможностей, которые имеют коммерсанты в соседних странах. И даже не в соседних странах, даже в более дальних странах Евросоюза и окружающих соседей нас. Таким образом, откладывать это решение нужно на более долгую перспективу. Мне кажется, мы не разговариваем даже про месяцы, мы разговариваем про кварталы, может быть, годы. Вопрос, наверное, в другом. Господин Рейр и премьер, они чувствуют или, может быть, воображают какое-то давление извне. Условный, не знаю, Вашингтон с валютным фондом или условный Брюссель с Европейской комиссией. Им кажется, что кто-то на них косо посмотрит, если они займут очередные 100 миллионов, очередные полмиллиарда. Но нужно понимать, что все сейчас находятся в очень похожей ситуации и все сейчас пытаются, примитивными словами, греть экономику. И почему бы нам не делать так, как делают все? Ну, иногда все-таки толпа права. И я думаю, что это тот самый случай. Да. Вот, как бы еще говоря об этой поддержке, вот, по-моему, да, министр экономики Эйцмей Виттенберг заявил о том, что вот 5,4% от ВВП, вот это общий объем уже оказанной помощи, и тут мы чуть ли не одни из лидеров в Европейском Союзе. С одной стороны, вроде бы, да, я не помню в истории Латвии, чтобы были такие случаи. Александр? Да, мне кажется, что можно статистику по-разному повернуть, можно выйти на какие-то проценты, по которым мы лидеры в Евросоюзе или во всем широком мире, но мне кажется, более важно здесь смотреть на то, что мы можем себе позволить, и мне кажется, мы можем себе позволить продолжать поддержку, и нужно смотреть на то, ну, фактически, как предприятия себя чувствуют, несколько областей до сих пор просто полностью закрыты, и прекратить поддержку их было бы просто, ну, решением убить эти отрасли. И, опять же, потом, нету фактически внешних причин нам сейчас попытаться сэкономить. те, опять же, миллиарды, да, ну, по моим расчетам, немножко больше восьми миллиардов евро, которые скоро-скоро придут в нашу экономику с европейскими фондами, с фондом выздоровления, с фондом перехода на климатонейтральную экономику, извините за неудачный перевод, наверное, на русский. Ну, да, что-то в этом есть, да. Нам объяснено уже в течение последнего года, и до сих пор никак не придут, потому что, конечно, с одной стороны, это сложный технический процесс, с другой стороны, все немного в панике, вместо того, чтобы конструктивно работать, просто рассказывают друг другу, как все сложно жить. Таким образом, те деньги, которые из Брюсселя приедут, как гранты, они задерживаются. Хотя мы понимаем, что уже живем в апреле 2021 года, то есть уже 4 месяца, как эти деньги должны были быть здесь, должны были дойти до наших коммерсантов, до наших самоуправлений и так далее. Сейчас нужно поддерживать бизнес, сейчас нужно греть экономику, чтобы мы, когда реально открылись, и мы, и все соседи открылись, наши коммерсанты были в состоянии, что называется, начать бежать на старт. Да. Вот, как мы знаем, создан такой фонд, на русский язык его можно перевести так, фонд оздоровления и устойчивости экономики, как раз он им признан, призван фонд Европейского Союза, помочь всем странам ЕС, которые пострадали от пандемии. Латвии выделено, я так понимаю, последним данным 1,82, миллиарда евро, была попытка вовлечь социальных партнеров в этот раздел будущего евросоюзского пирога, потому что первая попытка оказалась неудачной, и Брюссель забраковал этот первоначальный план, и социальные партнеры заявили, что вообще с ними он не был согласован. Но сейчас вроде бы ситуация меняется в лучшую сторону, как вы это оцениваете, вы наверняка уже ознакомились с тем проектом, который Брюссель отправлен, где все-таки чуть-чуть правительство изменило свою политику и обещает все-таки большую часть отдать предпринимателям частным. Да, мне кажется, тут очень важно понимать, что да, Брюссель решает, да, Брюссель дает какое-то последнее свое добро, но все зависит во многом от активной политики правительства, от активной позиции и от того, как правительство может обосновать свои предложения. Возможно, каким-то образом, ну, не знаю, не повезло, что программирование всех этих фондов происходит синхронно, и, ну, возможно, мои бывшие коллеги устали просто, да. Но начнем с того, что изначальная сумма, которая была заявлена, была 2 миллиарда 175 миллионов, и теперь мы уже разговариваем про 1 миллиард 820 миллионов, то есть мы таким вот образом сползли по общей сумме, не участвуя в разговорах, конечно, в Евросовете, есть мнение, что оба, и министр Эйр, и премьер Кариндж, недостаточно активно заявляли о своих нуждах. Премьер уже года полтора нам рассказывает, что мы не должны больше притворяться бедной страной, нам нужно всем... Притворяться, чтобы богатые, да. И ему было, видимо, сложно выйти из проклянта рукой, и вот каким-то образом у нас уже на, ну, скажем там, 300 миллионов, да, 400 миллионов мы получаем меньше. Второй вопрос в том, что, да, Брюссель очень активно продвигает разговор про климат во всех новых фондах, в том числе и в фонде оздоровления, но тут нужно понимать, что это вопрос обоснования. Не любой проект, но почти любой проект можно преподнести под соусом климата. У нас непочатый край потенциальных проектов по утеплению зданий и жилых, многоквартирных домов и, конечно же, зданий и предприятий. Это может быть энергоэффективность производственных мощностей, когда мы софинансируем для коммерсанта замену его производственной линии на более энергоэффективную. С одной стороны, да, мы помогли климату, мы понизили издержки коммерсанта на будущее, но в конце концов коммерсант получил новую линию, которая, помимо того, что она более энергоэффективна, она еще и производит более качественный товар, возможно, производит с меньшими затратами материалов и с меньшим участием рабочей силы. То есть здесь очень-очень много чего можно было предложить. Что-то нужно было просто лучше обосновать. И сейчас разговор о том, чтобы коммерсантам дать большую часть этого финансирования, конечно же, активно муссируется и с точки зрения представителей коммерсантов, ассоциация работодателей и производственной... Таггопомощной палаты, да. Значит, но они, конечно, защищают свои интересы, но нужно понимать, что изначальное предложение было сформировано во многом в кабинетах министерств, куда, конечно, гораздо более вхожи представители самоуправления. То есть здесь получился такой между собой, чек между двумя уровнями публичной власти. Министерства думали о своей инфраструктуре и самоуправлении о своей. И первое предложение вышло довольно однобоким. Давайте заасфальтируем еще дорог, давайте вложим в общественные здания и так далее. И тут, конечно, поворот к предприятиям вполне обоснован и хорошая идея. Но даже и в общественной инфраструктуре, скажем, те же самые дороги или те же самые госуслуги электронные в конце концов тоже в интересах коммерсантов. И здесь какой-то баланс нужно будет найти. Было бы правильно, если бы министерство, мы говорим про Минфин, Минэкономики, Минрегионального развития, активнее говорили бы с коммерсантами с самого начала процесса, на берегу, так сказать, и предложили бы такую заявку Еврокомиссии, которая была бы однозначно поддержана со стороны всех партнеров Латвии. Тогда было бы, конечно, единым голосом легче говорить с Брюсселем. Этого не получилось, возможно, потому что спешка, возможно, потому что нужно было предложить сразу несколько программ Брюсселю. Ну, возможно, люди просто не справились с таким объемом. Да. Вот есть такой термин, который вы употребили, вот это нейтральный, климат нейтральности, или, скорее всего, тут, по крайней мере, в этом плане, которого Латвия подготовила, латвийское правительство, говорят об устойчивости, о климата устойчивости. Ну, ладно, дело не в терминах. Вот что касается повышения энергии, эффективности зданий, утепления, вроде бы кажется, что с точки зрения долговечности этого жилья это все правильно, это надо надо делать, но ведь так вот цинично подойти ни это, ни даже, может быть, там, не знаю, латание дыр на дорогах за счет этих еврофондов, оно ведь не дает в таком понимании добавленную стоимость, не повышает производительность труда, то есть, условно говоря, деньги не делают деньги. Да, вот где эта реиндустриализация, которая так вот обморилась господина Каренща, где она вообще, когда мы начнем что-то так реально производить? Я сейчас не говорю про какое-то восстановление там крупного производства на 30 тысяч как бы в ЭФ, понятно, что это уже невозможно, но вообще, когда мы вот вольемся в это число стран, которые что-то производят в значительном количестве? Да, вы знаете, мы, скорее всего, больше не смотрим на, скажем, на возможность возродить ВЭФ. Да, это понятно, да. Это, наверное, не то направление, в котором стоило бы думать или мечтать. Хотя, с другой стороны, нужно сказать, что в Центральной Европе, там, даже Словакия, Чехия и так далее, да, им удалось привлечь условный Hyundai, условную Nokia и так далее, да. То есть тут есть, конечно, опыт и, скажем, возобновления больших производств. Но это, возможно, не наши случаи, в том числе и потому, что почти все коммерсанты упоминают нехватку рабочих рук. То есть не только у нас нет того коммерсанта, который хочет заново открыть все ЦХ ВЭФа, но у нас, наверное, и людей, которых загнать в эти ЦХ ВЭФа больше нет. То есть здесь, конечно, мы разговариваем о среднесерийном или малосерийном производстве, и здесь у нас вполне себе есть успехи, вполне есть, чем гордиться, но хотелось бы, наверное, больше. И смотрите, возвращаясь опять же к энергоэффективности. То, о чем все думают, когда мы говорим про энергоэффективность или нейтральность климата, устойчивое развитие, ну, более-менее синоним и все это. Все думают про теплоизоляцию зданий. Либо это жилые кварталы, которые есть во всех городах и поселках, либо это производственные здания. Но энергоэффективность это также энергоэффективность средств производства. Мы можем просто предпринимателю дать от 30 до 50% от стоимости новой производственной линии и обосновать это тем, что эта производственная линия скажем там на 10, на 20, на 30% более энергоэффективна. Тратит меньше электричества. И здесь эти деньги, которые будут делать деньги в прямом понимании. Коммерсант продаст свою старую линию, ну, скорее всего, на восток, уже не важно, и с новой линией будет производить умнее, эффективнее, дешевле, быстрее, более эластично подстраиваясь под потребование новых клиентов. Опять же, эластичность и скорость реакции это во многом наш конек, скажем, да, нашей экономики. Учитывая, что наши коммерсанты очень часто производят малые серии и средние серии, это означает, что они готовы легко перестроиться по требованию своего клиента и дать хорошую цену на какие-то малые серии, которые требуют очень быстрого производства. Во многом на этом и сделан бизнес довольно больших предприятий в нашей стране. И потом, даже возвращаясь к энергоэффективности жилых зданий, да, это инвестиция, которая не будет, ну, скажем, даст работу людям на ближайший год-два, на строительный сезон, когда нужно будет этот ремонт произвести, но потом мы в течение следующих 30-40, не знаю, сколько лет будем все вместе платить за отопление в два раза меньше. это тоже в конце концов очень экономически обоснованный проект. И тут вопрос в том, чтобы условный 50 плюс 1 процент, плюс 1 голос жителей дома увидели смысл в этом проекте. С точки зрения госуправления, с точки зрения экономики, конечно, смысл в этом проекте есть, и, безусловно, стоит его продвигать. Если мы требуем от жителей многоквартирного дома, чтобы они все 50 плюс 1 проголосовали за, и мы им говорим, вы должны взять кредит, вы должны потом нанять сначала строителя, потом нанять строительный надзор, и потом фактически сами смотреть за этими строителями, убедиться, что они все сделали правильно, и потом, 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 после всех проектов, проверок, мы вам отдадим 80 процентов. Ну, тут очень сложно на это решиться, кто-то скажет, что я эти 20 процентов свои вложенные на сэкономленных счетах не увижу до своей смерти или до своей пенсии, до чего-то еще. Но тут вопрос в том, что получателем этого проекта не обязательно должна быть вот эта вот команда жильцов, да, получателем этого проекта может быть какое-то госучреждение, которое делает этот ремонт, и жильцы просто наблюдают за ремонтом из своих окон и потом живут в красивом теплом доме. Здесь в какой-то момент возникает ощущение, что может быть Минэкономики притворяется, что не понимает эту ситуацию, и фактически не хочет решать ее. У нас есть АЛТУМ, Госбанк развития, который как раз и призван заниматься в том числе и такого рода вещами. Вспомним, что АЛТУМ начался с Латвийского банка земли и ипотеки. Его роль была давать кредиты фермерам, которым другие банки кредиты не давали. Его роль была развить земли и Латвии. Сейчас, возможно, роль АЛТУМа должна быть, например, идти на развитие энергоэффективных проектов. АЛТУМ был бы получателем, АЛТУМ давал бы финансирование, АЛТУМ нанимал бы и строителей, и строительный надзор, а от жителей просто требовалось бы согласиться, что мы будем ремонтировать их дом в ближайший строительный период. Да. Есть еще в связи с этим несколько вопросов, но мы сейчас прервемся буквально на короткую паузу. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Александр Антонов у нас в прямом эфире посредством Зума. Не переключайтесь. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова звенью в какой-то цепочке крупнейших производителей, может быть, автобизнеса, пример автопромышленности. Да, смотрите, есть такая поговорка, Рига никогда не будет готова. Да. Скорее всего, и развитие латеринской экономики никогда не будет законченным. Нету какого-то уровня, на котором мы можем вздохнуть с облегчением, сесть на диван и начать из Сипса. Это постоянная работа. Постоянная работа над тем, чтобы отслеживать какие-то тренды и понимать, что нужно будет в будущем. Коммерсанты это делают лучше, чем медленно неповоротливый госаппарат, но и правительству тоже нужно этой работой заниматься. Мы уже сейчас, мы в Латвии, коммерсанты в Латвии, уже сейчас являются звенью, звеном какой-то цепи, да. Скажем, в Адгалье есть производство запчастей для автомобилей, какие-то кабели тормозные, что-то такое. Здесь же, прямо в Огро, большое предприятие, которое производит части для больших компьютеров, опять же, уходит в Америку 90% экспорта американского, и, ну, хорошо, скажем, наш тот же самый САВ, который на пресловутом ВЭФе, на территории ВЭФа расположен, производит оборудование для мобильных вышек, которые продаются по всему миру, в том числе и в Америке. То есть, наши предприятия уже довольно эффективно интегрированы, и именно это было возможно потому, что наши предприятия очень эластичны и готовы подстраиваться по требованию клиентов. Мы какого-то уровня уже достигли, но нету, опять же, нету финишной ленточки, до которой можно добежать и почувствовать себя чемпионом. Это постоянная работа. И работа здесь не только с предприятиями, но, как я уже сказал, и с человеческим капиталом. Образование это та отрасль, которая очень напрямую влияет на экономическое. Есть довольно много. Да, вот что касается образования, не могу не спросить. Вот совсем недавно президент все-таки, несмотря на просьбу, правда, оппозиции, но, тем не менее, президент подписал вот эти поправки в закон о высшей школе, которые регулируют язык, в том числе образование в частных вузах, это, конечно, ну, мне кажется, какой-то абсурд, что за свои деньги студент не может прослушать, к примеру, лекции на русском языке, хотя есть такая возможность у преподавателей, у вуза в целом, но это что-то абсурд, мы же все-таки в 21 веке живем. Да, мне хорошо. Тут, опять же, наверное, две части. Президент оправдывал свое решение тем, что иначе возник бы такой законодательный вакуум, но мы понимаем, что риск этого вакуума был виден, известен уже более полутора лет, то есть тут, конечно, брак выдала на гора и Министерство образования, и потом парламент, который долго был примучительным, и в итоге произвел такого вот уродливого ребенка. тут, ну, скажем, президент, видимо, был в очень сложной ситуации и поступил так, как ему казалось правильным. Но, с другой стороны, по поводу языка президент комментировал не только вопрос с образованием, но и вопрос с рынком труда. И тут мне кажется, что это все-таки очень большая ошибка. Во-первых, да, чем взяли наши предприятия в индустрии, наши хай-тек предприятия, они взяли эластичность, как я уже сказал, да, и почему нашим университетам и нашим колледжам запрещают проявить эту же самую эластичность, ну, это мне непонятно, честное слово. Если есть клиент, который хочет конкретную услугу, он не хочет торговать оружием, он не хочет торговать наркотиками, он хочет получить образование. Образование вполне себе легальная услуга. И клиент хочет образование в юриспруденции, в экономике и хочет получить его на русском языке. Так в чем же проблема у нас? Почему мы не можем эту услугу выполнить? Нужно понимать, что если мы откажемся, то этот клиент найдет другое место, он будет платить свои деньги и жить эти три года на бакалаврах или два года на магистрах, он будет платить эти деньги за образование и жить не в Риге, а в Таллине или в Вильнюсе или в Варшаве или в Кракове или в Праге. Почему правительство и парламент запрещают нашим коммерсантам в сфере образования быть эластичными и реагировать на запрос рынка, мне совершенно непонятно. и здесь во многом этот разговор о том, что нужно поддерживать латвийский язык, конечно, нужно поддерживать латвийский язык, но большинство в этой стране латвийский язык не кажется, что подвержен вымиранию и какому-то риску, и здесь мне кажется, нужно было бы все-таки дать рынку работать на рыночных условиях, дать возможность коммерсантам быть эластичными и чутко реагировать на запросы рынка. Да, но вот, к сожалению, здесь до эластичности еще далеко, к тому же мы же понимаем, что находясь в этом едином евросоюзском пространстве, в том числе образовательном, латвийские частные вузы тоже могут претендовать на какую-то свою долю привлечения иностранных студентов, то есть экспорта образования, мы вроде бы так искусственно сами себе вот этой возможности лишаем или ограничиваем эту возможность. Безусловно, да, мы просто отдаем часть рынка своим конкурентам. Мы просто позволяем этим студентам, которые заинтересованы в образовании на русском, неважно, почему они заинтересованы в образовании на русском, они не хотят выучить английский или они планируют вернуться обратно к себе на родину и там образование на русском ценится лучше или в конце концов им нужно будет потом практиковать на русском, поэтому они хотят получить образование на русском. и мы этих клиентов просто не даем взять латвийским вузам и оставляем эту часть рынка кому-то другому, нашим соседям, литовцам и станцам или, скажем, полякам, чехам. Зачем это делать? Не очень понятно. Просто для того, чтобы ограничить возможность каких-то коммерсантов зарабатывать деньги, странно, нам разбежалка, чтобы не дать нашим ученым заработать, но это вообще абсурд, то есть неясно, какую цель мы преследуем этими ограничениями. И поэтому, наверное, мне кажется, что они должны быть ни в законе, ни в практике. Да. Вот тогда такой вопрос не могу не задать, если мы вот так вот посмотрим, ну, концептуально, может быть, на развитие латвийской экономики в целом. Да, но мы видим, что нерезидентский банковский бизнес с ним покончено, транзиты логистика в силу, может быть, геополитических причин тоже рассчитывать на какой-то бурный рост не приходится, пока мы видим только падение на железнодороге, вообще критическое падение грузооборота. Все-таки за счет чего экономика Латвии дальше будет двигаться, на ваш взгляд, и за счет чего, может быть, так я спрошу, она должна была бы двигаться? Да, смотрите, человек стоит на двух ногах, скажем, собака, корова, что угодно, стоит на четырех, мне кажется, что экономика должна быть как гусеница, экономика должна стоять на сорока ногах. Поэтому, говорить о какой-то одной отрасли было бы неправильно, просто потому, что на одной ноге очень сложно стоять. и здесь рынок финансовых услуг, который, ну да, возможно, было немного, немного люди заигрались, но все же был важной частью нашей экономики, он, ну, более-менее затушен, да. Нужно понимать, что рынок финансовых услуг не просто был рынком финансовых услуг, это были финансовые ресурсы, которые здесь приземлялись, в Риге, но уже находясь в Латвии, какая-то часть этих ресурсов в итоге была вложена в латвийскую экономику. То есть, здесь очень большой мультипликатор, очень большой множитель был у этой отрасли. Также и у транзита, у транзита довольно большой множитель, потому что люди, ну, скажем, не просто шлют свои товары через латвийские порты, но и постепенно как-то интегрируются в латвийскую экономику. То есть, у этой отрасли тоже довольно большой мультипликатор. Также довольно значимый мультипликатор и у образования, о котором мы уже поговорили, которое тоже почему-то душится. Люди, которые могут себе позволить приехать, скажем, с Востока в основном, с Востока к нам жить и финансировать свою учебу и проживание в течение нескольких лет, ну, все-таки в среднем более состоятельный, чем средний наш сосед. И часть из этих людей оставалась здесь, открывала свои бизнесы, вкладывала в нашу экономику. То есть, есть какие-то отрасли, у которых большие множители, и именно на этих отраслях стоило бы концентрироваться. И почему-то очень большая часть именно этих отраслей каким-то образом нашим правительствам последние годы душится. Это очень странное движение. но помимо этого, конечно, есть строительное производство, на которое мы, безусловно, в ближайшие годы пару миллиардов вложим, то есть тут есть потенциал. Это означает производство стройматериалов, но в том числе это и означает работа для, скажем, не так высоко образованных, не так высоко квалифицированных рабочих. Возможно, это означает, опять же, импорт рабочих рук с Востока и с Юга. С другой стороны, да, индустрия производства хай-тек, которое у нас достаточно хорошо развито, это тоже то направление, в котором стоит работать и в котором, по крайней мере, пока правительство не придумало, почему бы его задушить. Ну, значит, здесь у нас есть вполне хороший потенциал. Услуги и IT-услуги и, скажем, другие бизнес-услуги удаленные, да, для какие-то колл-центры, сервис-центры для наших богатых европейских соседей, это тоже отрасль, которая, безусловно, будет развиваться. Особенно сейчас, когда все больше и больше людей понимают, что удаленная работа вполне себе работа, вполне себе эффективная работа. То есть, это такая отрасль, которая, я думаю, что именно благодаря пандемии получит какой-то новый толчок. Мы много очень говорили еще с тех пор, как я работал в агентстве инвестиций и развития об экспорте здравоохранения. Здесь у этой отрасли тоже вполне себе может быть достаточно большой множитель. Человек, который приехал и здесь почувствовал себя хорошо, почувствовал себя сильно лучше. Возможно, также захочет здесь купить недвижимость, возможно, захочет здесь развить какой-то бизнес, в конце концов, перевести семью. Это, мне кажется, большой отрасль. Отрасль имеет очень большой потенциал, но по каким-то причинам развитие не идет активно. В том числе и потому, что довольно сложно получить визы. Был такой опыт, когда даже наши коммерсанты советовали людям, скажем, которые хотели бы приехать к нам на лечение, попросить визы у наших соседей, скажем, у литовцев и поляков приехать к нам на наше лечение. Ну, почему? Потому что, опять же, посольство и консульство не работают в достаточно крепкой связи с Латвийским агентством института и развития, которые отвечают за продвижение экспорта. Здесь, конечно, нашим дипломатам нужно понимать, кто платит им зарплату. Зарплату им платят латвийские коммерсанты. Да, вот если мы говорим, вы сказали, упомянули агентство инвестиций и развития, но я помню, что вы руководили, были госсекретарем Министерства среды и регионального развития. Вот сейчас прошла эта очередная административная территориальная реформа, теперь уже в месяц 119 самоправление у нас 42. Это как-то на экономическое развитие регионов повлияет или это такая попытка просто показать, что надо нам как-то укрупнять. Вот мы укрупняем. Несмотря на то, что это эмоционально был очень сложный процесс, я думаю, что результат нам принесет какие-то улучшения, какие-то бонусы. почему? Потому что региональное развитие это процесс, в котором постоянно происходит диалог с несколькими странами, несколькими партнерами. Это Минрегионального развития и Министерство экономики. С другой стороны это самоуправление с их регионами. И с третьей стороны, конечно, да, это коммерсанты. И здесь, когда вокруг за столом переговоров сидят ну очень уж различные партнеры, то диалог идет сложнее. Когда у нас есть самоуправление, ну с одной стороны Рига 800 тысяч, с другой стороны ну условная Дагда, не знаю, там с пятью тысячами, да. Маленькое самоуправление это просто такая большая семья, да. И, конечно, в предстоте этого самоуправления он хочет чувствовать себя мэром и большим человеком, но у него маленькая территория, маленькое количество людей, маленькие мелкие технические проблемы, которые, конечно, решаются на уровне начальника участка, скажем, в Риге или в Даугавке или в Лепре. Создать более однообразный, более, скажем, похожего размера экономически, географически самоуправление это хорошая идея. Другое дело, почему это заняло у нас 30 с лишним лет, когда эти же самые районы в 91 году существовали, да, зачем нужно было их разрушить, вернуться к пагастам, потом мучительно через две реформы с кровью, болью и криками в прессе реорганизовываться, это, конечно, не очень понятно. У нас вполне себе была административная структура в 91 году и, более того, для нее же была разработана транспортная, энергетическая и образовательная инфраструктура. Мы, в конце концов, радостно, не радостно на 50 лет прожили именно с этим административным делом. То есть, мы потеряли 30 лет, чтобы вернуться к той самой точке болезни. Но, в общем и целом, административная реформа будет лучше, даст нам какие-то более эффективные возможности диалога с самоуправлениями и даст, с другой стороны, коммерсантам более эффективную возможность разговаривать с самоуправлениями. Самоуправления, в конце концов, получат какую-то критическую массу, которая даст им возможность и свою администрацию улучшить, нанять больше людей, нанять более качественный персонал и есть шансы, что эффект экономический будет этот перепогнать. Да, вот, может быть, тогда такой последний вопрос, который я хотел задать с точки зрения вообще развития страны. Вот, как вам кажется, вот, я знаю, что вы тоже вступили в эту организацию общественную републику 20-30, но это не значит, что каких-то очень серьезных позитивных сдвигов можно ожидать только в 2030 году через 8 лет, через 9 почти. Да, ну, хорошо, про название, да, название это такой очень амбициозный взгляд вперед, мы надеемся, что проведя реформы можно достичь экономического развития нашего северного соседа, мы выбрали Швецию, как, скажем, финишную ленточку такую пресловутую, да, но есть, во-первых, есть шанс, что наш голос будет услышан даже и до выборов и правящая крица, возможно, какие-то вещи подправит в своем курсе даже и до того, как будут пройдут выборы в парламент, мы совершенно не скрываем наши предложения, довольно активно пытаемся дать советы правительству и парламенту и находясь вне этих структур, ну и потом, конечно, да, мы планируем сформировать партию, идти на выборы в парламент через год, чтобы дать какой-то новый глоток воздуха или, может быть, даже заставить правящие круги глотнуть свежего воздуха просто потому, что мы активно будем участвовать в политическом процессе. Ясно. Ну что ж, будем надеяться, что общими усилиями как-то удастся экономику Латвии улучшить и, может быть, мы больше не будем на таких последних местах в Европейском Союзе и по производительности труда и по уровню экономического роста. Александр Антонов у нас был на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо, Абрик. Удачи. Радио Балк.